Понимаете, понимаете, я очень хочу с вами поболтать. Я тебе попередила. Ты меня чувствовал. Я тебе написала несколько попереджений. А кто у вас на аватарке? Извините, я вас не понимаю. Ну, это твои проблемы. Но я тебе скажу, мои дии ты зрозумеешь очень быстро. Да. А кто у вас на аватарке? Вот дядя и еще дядя. Это Колян и Володя из сериала Реальные пацаны. А, серьезно? Я его не видела. Давно он вышел? Да, уже 12 лет вроде как. Какое-то это гопники. Звучание гопники. Это в 2000-х? В этом сериале Николай, главный герой, пытается исправиться и идет к лучшему успеху. Но ничего, она вышла. Расскажите про что сериал. Я не знаю. Реальные пацаны. Это что, он бандюган? Сериал про то, что Николай, который с кубком, он попал там. Ну, короче, воровал. Ну, плохие дела делал. И потом он встал на путь исправления. Перестал быть, как вы говорите, гопотой. И построил свою семью. И с ним все хорошо. Хорошо. И как мне у вас величать звать? Ну, Саша. Саша. Слушайте, вот я бы сказала, как вы знаете, the end, happy ending. Знаете, Золушка вышла замуж за принца, женился, родил детей, и все хорошо. Но потом пришел Путин и сказал, СВО, иди, сука, волью. Как вы думаете, Николай взял повестку, пошел убивать невинных? Николай? Я не могу отвечать за него. Ну, я так поняла, что все хорошие русские взяли повестку и пошли сдохнуть в Украину. Я просто не знаю никаких хороших русских. А что можно сдохнуть? Нет, не сдохнуть. Никаком случае. Что, великолепно разрезаться пополам от Хаммерса? Как можно умереть от Хаммерса, ни на своей земле, не сдохнув? Ну, а вы там были? Слушайте, вы же выросли. Наши дедушки никогда не говорили, что пришли немцы и великолепно, как бы, скоропостижно скончались. Ну, сдохли, суки. Как дедушка вам говорил про фашистов? Пришли фашисты в Украину. Что говорили ваши деды? Что, они умерли или сдохли на чужой земле? Почему именно сдохли? Вот почему? Ну, и хорошо. Ваш дедушка воевал? Нет. Он жестоко убивал несчастных фрицев. Прадедушка. Ваш прадедушка жестоко убивал несчастных фрицев. Они же тоже были живыми и красивыми. Ну, он защищал свою Родину. Ого! Ну, хорошо, защищал. Он убивал как бы негодяев или хороших мальчиков? Как он убивал? Но в его случае негодяев. Негодяев. Ну, и он говорил, они скончались или сдохли? Он, понимаете, он ничего не говорил. Он говорил то, что война это плохо, но никак он не отвлекался. Понимаете, вот если человек идет на войну, да, он идет защищать. Хорошо, у вас была какая-то симпатия? Симпатия какая-то легкая, не знаю, нежная, печальная к немцам, которые погибли на советской территории? Честно, я отношусь нейтрально, потому что... А ведь все эти сериалы, ну ладно, вот вы говорите, пацаны там, у нас много сериалов про фашистов. Ну, я лично выросла, вот мое поколение с 70-х выросло, там еще тогда не было сериалов, но там 17 мгновений весны. Помните, ребенка развернули, положили на холодный подоконник, и я там все, я там всех фашистов своими собственными руками перезадушил. У меня никогда не было никакой симпатии. Откуда у вас симпатия? Вы же тоже поколение россиян, вас воспитывают, что фашисты были плохими людьми. Фашисты? Фашисты. Ну, понимаете, я воспитан, я отношусь как бы к этому, к войне сам по себе, ну, нейтрально. Ну да, нейтрально. Не, бредите, мы говорим, у нас... Ну подождите, дайте такое, дайте такое. Нет, вы не туда ведете, вы разговоры ведете, для Украины нет нейтральности, Украина прошла через войну с фашистами, Новосибирск не проходил через войну с фашистами. Бурятия не приходила. Подождите, подождите. А Украина прошла. СССР, это... Да, ну что, это нет, я серьезно говорю, что мы когда говорим про 20 миллионов погибших, не Новосибирск, Новосибирск же не бомбили. Кто уехал из Новосибирска, того убили. Но если бы он не уехал, сидел дома на кухне, он бы ковырял в зубах всю войну, и никто бы ему зуб не разрушил. А в Украине и в Беларуси люди умирали просто от бомбежек. А что вы говорите? Массовое количество людей погибло именно на оккупированной территории. Ну, может быть, немножко там Ленинград, Сталинград, все такое. Но Читу никто не трогал. Коми, Красноярский край никто не трогал. Понимаете, Гитлер, ничего вам плохого? Вы откуда вообще родом? Я? Ну, с Краснодаром. Ну, был у вас... Гитлер оккупировал вас? Дошел до Новороссийска. Он у Краснодара оккупировал? Нет. Бобил? Нет. Ну, я не знаю. Хоть один дом пострадал? Понимаете, вот вы сейчас говорите, что Украина, Беларусь, Украина, Беларусь пострадал. Пострадал вследствие Второй мировой войны. Понимаете? Вы от Гитлера хоть как-то пострадали? Потому что у меня следующий вопрос. Вы от Сталина пострадали? Вот Гитлер вам ничего не сделал. Вы сказали, ни один дом не разрушен. От Сталина. У вас был голодомор? В Краснодаре был голодомор? В 30-е годы? В 30-е годы вы вас забирали, не знаю, в колхоз, люди не хотели идти и сразу сделали предателями народа. Ваши там, не знаю, может быть, дед, прадед, прадед или там какие-то родственники. В 20-е годы в Краснодаре что было? Вы открывали вообще... Краснодар, это же была территория Украины. Ну вот я их ношу. у тебя жука, и дали. Ч-ч-ч-ч. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Продолжение следует...